Добрый день, меня зовут Максим. По многочисленным просьбам меня неоднократно просили рассказать о себе и как получилось так, что я оказался в Америке. Я постараюсь очень коротко и сжато об этом рассказать. Мне 40 лет, основную часть своей жизни практически всю я проживаю в Москве. Но, в силу определенных причин, для меня проживание в этом городе стало тесным. Потому что за последние 5 лет город поменялся в худшую сторону. Сейчас он практически похож на Стамбул или Каир. Куча приезжих. Мой родной спальный райончик вообще невозможно сейчас узнать. Изначально мы планировали с женой приехать в кратковременную поездку, родить ребенка и, собственно говоря, вернуться. Но, после того, как мы оказались в Америке, посмотрели на то, что здесь происходит, как здесь протекает жизнь. Собственно говоря, и сравнив с тем, что мы имеем в Москве, мы начали задуматься. Задуматься о том, чтобы остаться. Но финальной каплей стало, наверное, то, что произошло в 2019 году. То есть я просто понял, что страна стала скатываться в пропасть и возвращаться в нее просто опасно. Потому что я регулярно смотрю практически каждый день новости из России и напоминает это сводку из дурдома. То есть полный абсурд какой-то. И просто нахождение в этой стране я оцениваю как не то, что бесперспективным, а просто опасным для жизни. Самое главное, я прагматик. Я конкретно законченный прагматик. И я просто сел и для себя в голове все это расставил по полочкам. То есть что мы имеем сейчас и, собственно говоря, что будет в будущем. Давайте посмотрим вещи объективно. То есть на сегодняшний момент власть цинично в России издевается над средним классом, но и над людьми, которые с головой. То есть остальных людей мы не рассматриваем. Кто-то живет в шоколаде, кто работает чиновниками, это отдельная песня. Кто-то олигарх, ему вообще все пофигу мороз. Но кто-то живет в глубинке и просто не может голову включить, потому что голова загажена средствами массовой информации, пропаганды из телевизора, из газет и так далее. То есть, учитывая, что у меня маленький ребенок, нужно было сразу задуматься не только о себе, но и о ребенке. Ну, уровень образования, вы сами знаете, какой сейчас в России. Вели этот экзамен дурацкий. Постоянно принимаются законы, которые только ухудшают ситуацию. То есть скатываемся практически к варварству. Уже скатились и продолжаем дальше скатываться к варварству. То есть я не вижу никаких предпосылок к тому, что ситуация изменится в ближайшие 2-4 года. Скорее всего, станет еще только хуже. Станет еще только хуже. То есть нет причин чего-то ждать лучшего. Смотрим дальше на законы. Законы уже напринимались безумные до 2012 года. В 2012 году, когда я уже приехал в Америку, законов стало еще больше. И ситуация усугубляется. Происпроизводится все более и более безумные законы. Ничего из того, что было принято отменяться, не будет. Скорее всего, тенденция сохранится. То есть тоже тут ловить нечего. Смотрим на уровень жизни, на текущие расходы. Цены растут. Растут на все. На жилье, на продукты питания, на одежду, на машины. Про машины вообще это отдельная песня. Два раза уже налог поднимали. Вот, временно. Вот, сейчас иномарку мало кто может себе позволить. Или позволить, но совершенно другие, неадекватные деньги. Столько, сколько машин не стоит совсем. Вот, ждать, что что-то улучшится, это тоже абсурдно. То есть власть будет всячески стараться пересадить всех на «Жигули». Вот. Поэтому про нормальную дешевую иномарку можно тоже забыть. С жильем тоже все понятно. Все эти проекты про бесплатное жилье, социальное какое-то жилье, жилье для молодых. Это все болтовня полная. То есть цены как были коммерческими, так коммерческими остались. И тоже будет все это дорожать. То есть с жильем тоже все понятно. Квартирный вопрос москвичей испортил, как сказал Волон. Вот. Соответственно, тоже нужно задумываться о том, что вы можете потратить на жилье в Америке и что вы можете потратить на жилье в России. Две большие разницы. Вот. Продукт питания вы тоже знаете. То есть не мне вам объяснять. Вы сами можете пойти в перекресток, сравнить с ценами, которые я анонсировал во многих роликах про американские продукты. Вот. Бензин практически теперь стоит в России даже дороже, чем в Америке. Вот. И дешеветь тоже не будет. Будет только дорожать. Почему это происходит для меня, это непонятно совершенно. Потому что до Путина бензин стоил 50 центов. После Путина он стал доллар стоить. Хотя мировые цены бензина упали. То есть тоже какой-то абсурд. Вот. То есть куда я ни плюнь, везде абсурд. То есть в Активе мы имеем, ну, страну, где жить просто некомфортно. И, соответственно, посмотрев на сегодняшний день и заглядывая в будущее, и видя действия власти, я понимаю, что власти ничего делать на благо народа не будут в ближайшее время. И ожидать каких-то существенных изменений тоже, ну, бессмысленно. То есть это касается и каких-то перспектив карьерного роста, и перспектив развития частного бизнеса, своего собственного. Вот. Практически средний и мелкий бизнес уничтожается в России. То есть на будущее вырисовывается очень такая нехорошая перспектива. А тут, соответственно, следует вывод. То есть не было смысла сидеть и чего-то высиживать. То есть я просто понял, что в жизни живу один раз, и я не мазохист, чтобы заставлять себя каждое утро уходить в свои квартиры, ехать в загаженном лифте вниз на первый этаж. Потом пытаться ругаться с местными чиновниками, чтобы хоть что-то улучшить в доме. Опять же, постоянно эти московские пробки, постоянно негатив со всех сторон, постоянно хмурые, угрюмые лица, которые очень недружелюбно на тебя взирают. Опять же, очень много приезжих, которых стало больше, чем коренных жителей. Безнаказанность, хамство, ну, просто угроза для жизни конкретно. То есть, ну вот, и, соответственно, было принято решение уехать. О чем я, собственно говоря, не жалею. Вот, вы можете это увидеть из моих роликов. Кто-то не согласен с моей точки зрения, пожалуйста, господа, опровергайте. Ну, только, пожалуйста, делайте это на основании каких-то аргументов, а не просто, что я предатель, что я ехал из России, что я ничего не пытался сделать. Все, я пытался, вот, терпел до последнего. Но если я не могу изменить эту ситуацию, более того, если с точки зрения властей мои попытки эту ситуацию изменить, повлиять на нее, квалифицироваться как какие-то противозаконные, противоправные действия, за которые меня могут посадить, оштрафовать, там, не знаю, все, что угодно со мной сделать, отнять мое имущество, я просто не хочу жить в такой стране. Просто не хочу. Я хочу чувствовать себя в безопасности, комфортно, и чтобы у моих детей, а для меня это самое главное, были перспективы на будущее. Ну, вот я свою позицию озвучил. Дальше жду ваши какие-то возражения, комментарии, ну и, соответственно, пожелания, что вы хотите от меня еще услышать. Удачи!